Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке, моему творчеству. Если вам интересно, обязательно подписывайтесь. Если вы уже подписаны, обязательно ставьте колокольчик, чтобы быть в числе первых, кто увидит мои видео. Для меня это также полезно, потому что когда YouTube видит, что мое видео интересно в первые часы, то он его рекомендует другим пользователям. Так что смотрите, проявляйте активность и не пропускайте мои видео. Сегодня мы поговорим об Arturi Keystep Pro. Это секвенсор и меди-контроллер, которые компания Arturi мне прислала. И это устройство вписалось в мой сетап. Теперь у меня вот такой законченный модульный синтезатор, построенный мною специально для него такой стол. А также вот именно в это нижнее пространство я и положил свой новенький Keystep Pro. Давайте я немного расскажу о концепции. Это еврорексинтезатор, который имеет смесь аналоговых, цифровых модулей, которые представляют собой различные войс-генераторы, которые необходимо каким-то образом укращать. С помощью специальных огибающих секвенций дать возможность этим голосам звучать друг с другом как-то комбинированно, органично, чтобы это было похоже на музыку, чтобы это было похоже на какое-то звуковое сопровождение. Ну, в общем-то, чтобы можно было создавать и творить. У модульного синтезатора, насколько вы знаете, нет возможности сохранять пресеты. Ну, есть цифровые модули, которые в себе содержат такие функции. Но зачастую, если мы говорим о таком true-подходе, то, скорее всего, модуль будет иметь какую-то одну функцию, ну или две, для того, чтобы ей как-то можно было классно управлять, и крутя ручки. И вот эти положения ручек, они не сохраняются. Можно, конечно, записывать. То есть, с помощью проводов делается определенный патч, и он сохраняется на время. Ну, дальше, когда вы его снова включаете, звуки могут быть абсолютно другими. На самом деле это хорошо, потому что те, кто собирают модули-синтезатор, они примерно понимают, на что они подписываются. Это-то их и привлекает. И меня в том числе. Мне очень нравится, когда с помощью синтеза ты настраиваешь какие-то нереальные интересные звуковые ходы, когда ты с помощью огибающей укращаешь звук таким образом, что он начинает звучать так, как тебе надо. Может быть, ты изначально не был с какой-то идеей, но в процессе эта идея появляется, и поэтому это доставляет большое удовольствие. Все эти провода, которые торчат наружу, они выполняют функцию коммутации этих модулей друг с другом. То есть, если в обычном синтезаторе они все упакованы внутри, то в Eurorack синтезаторе все эти коммутации, они выточены наружу. Это здорово и развязывает вам руки. В том числе вы можете подключать различные модули по-разному и добиваться интересных результатов. Но если вы захотите играть на таком синтезаторе какую-то музыку, настраивать осцилляторы, чтобы они звучали по тональности, чтобы они строили, вам понадобятся контроллеры, которые будут позволять управлять этим устройством. Сохранять пресеты, паттерны, драм-паттерны, музыкальные паттерны. Конечно, полностью сделать это не получится. И если вы хотите такого полного контроля, то лучше, конечно, делать это на компьютере, потому что там все сохраняется. И когда вы заново открываете, у вас все на том же месте. Здесь же не так. Но можно попробовать приблизиться к тому, чтобы научиться управлять этой машиной, сохраняя пресеты и какие-то секвенции. В одном из своих видео я записывал барабаны, которые я положил в один из своих модулей и управляю теперь с помощью Keystep Pro. У нее есть четыре трека, один из которых можно превратить в драм, и три из которых можно превратить в секвенцию для мелодий или аккордов, потому что этот секвенсор поддерживает полифонию. Здесь всего четыре трека, но эти четыре трека, они как бы развернуты на панели, и у вас есть возможность управлять вашими четырьмя треками практически всеми параметрами сходу. То есть ручки расположены удобно, кнопки, всякие функции. Вам не нужно залезать далеко в меню и копаться для того, чтобы добиться какого-то результата. Все очень понятно и доступно снаружи. Секвенсор выполнен из железа и пластика, и весит он прилично. Такое ощущение, как будто бы это полноценный синтезатор. Хотя в нем всего лишь программа, которая, кстати, обновляется. То есть с каждой новой прошивкой у них появляются дополнительные функции. Например, по-моему, в одной из последних функций появилась возможность сделать второй MIDI-выход, можно было превратить в True-выход. Ну то есть прикольные штуки, которые можно под себя настроить. Для меня это устройство интересно в первую очередь как секвенсор для железных синтезаторов. То есть по MIDI для синтезаторов и по CV и CLOCK для EUROREC-системы. Что такое CLOCK? Ну это синхронизация по времени. Здесь, кстати, есть крутая очень функция. Здесь есть CLOCK IN, CLOCK OUT и также здесь есть RESET OUT. Что это такое? Это когда вы, например, что-то играете, потом вы останавливаете секвенсор и заново его запускаете, то обычно EUROREC начинает с того же момента, с которого он остановился. И это не очень круто, потому что если вы вдруг что-то там целый день делали, а потом случайно вы, может быть, я не знаю, там электричество отключилось, или просто вы STOP нажали, нажимаете PLAY, и у вас все ваши синхронизации по темпу могут просто полететь. Бас не так начнет с барабанами играть. И очень сложно будет поймать именно там ту ноту, которая, например, в секвенсоре играла. Короче, часто такое бывало. А RESET позволяет с моментом нажатия кнопки STOP сбросить, например, какой-нибудь CLOCK-генератор, и когда вы нажимаете PLAY, у вас опять сначала будет играть эта секвенция, ну, либо какой-то патч, который вы там настроили. Я считаю, что это очень удобно, особенно для EUROREC-системы. Давайте сейчас поближе познакомимся и попробуем что-то создать. Я покажу, как я делаю музыку на нем, расскажу, что где и чего есть, и посмотрим. Я подключил KSTEP PRO к своему EUROREC-синтезатору посредством CV-gate. Отдал основной CLOCK с контроллера на модуль, который раздает его уже для других модулей. Вот этот вот перкуссионный бас, который вы слышите, это модуль RENE и основной аналоговый осциллятор. Ну и также MIDI-out я отправил в Blackbox-модуль. Здесь есть четыре дорожки. Они помечены цветами. Мы можем выбрать один из них. И когда мы выбираем, то секция секвенсера становится актуальной для выбранной из дорожек. Первая дорожка может выполнять функцию DRUM-секвенсера, либо обычного полифонического секвенсера. Я использую в качестве DRUM-секвенсера. И первые четыре гейта я отправил в модуль для того, чтобы триггерить барабаны. Я использую сэмплы, которые записывал с помощью своей барабанной установки. Здесь кик, здесь снэйр. Здесь второй снэйр. Ну и пятый триггер я подал на модуль Akimistike. Это перкуссионный модуль. В общем, с K-Step Pro я просто подаю триггер, а то, что происходит со звуком, это уже модульный синтезатор делает. То есть, например, выбираем бочку на первом канале и можем для него поставить отметку, в какой момент будет он триггериться. Это можно сделать в ручном режиме. Ну и для более живой партии можно нажать кнопку RECORD и настучать барабаны вживую. Я редко использую метроном, хотя он тут тоже есть. Я просто ставлю первый шаг, а дальше уже набиваю, как мне нравится. Мои удары прописали в секвенции. Переходим к тарелке. Эти шаги можно позже отредактировать. Например, зажав один шаг, мы можем установить процент срабатывания ручкой RANDOMNESS. 100% означает, что он будет постоянно срабатывать. А чем процент меньше, тем вероятность того, что он сработает, будет меньше. Также можно комбинировать процесс ввода данных. Также смещать. Давайте один из шагов сместим чуть-чуть. Эти два играют по сетке ровно, а третий из них будет немного опаздывать. Пропишем snare. Он немного звучит у меня как clap. И давайте пропишем еще один snare, который триггерится у меня с этой клавиши. Видите, я прописал его хаотично, а он квантизировался и звучит довольно четко в сетку. С помощью кнопки shift и record мы можем отключить квантизацию и записать динамику, такую, которая нам нужна. Ну, мне кажется, так звучит живее. Мое знакомство с компанией Arturi началось с битстеп. Это был первый их такой секвенсор внешний, который я себе тогда купил. Но после того, как они объявили о выходе битстеп.про, я его продал, а битстеп.про так себе и не купил. Я очень долго смотрел на битстеп.про. Его используют очень многие люди в своих студиях. Его чаще всего используют с еврореком, потому что у него очень много триггеров и гейтов. Но в нем нет полифонии. В кейстеп.про есть полифония. Здесь есть возможность также драм-секвенции управлять с помощью гейтов. Здесь 8 выходов гейтов для первой дорожки. То есть можно управлять 8 барабанами. Ну, не обязательно барабанами. Гейты можно использовать в UREC-системе для каких-нибудь страйков, для запусков, секвенций. Ну, в общем, для каких-то историй, связанных с ритмом. Что превращает это устройство в полноценный такой контроль над синхронизацией. То есть не обязательно прям использовать это типа как драм-машину. Можно взять синтезатор и использовать триггеры для того, чтобы был ритм не из источников барабанов, а именно из осцилляторов или там фильтров, например. Короче, развязывает руки как угодно. Причем, что это можно еще просто сохранять в пресеты. Я думаю, что это один из важных моментов, который очень важен для меня. Управление с помощью секвенсера драм-машины. То есть, ну, то есть каким-то ритмом. У меня есть также новейшн драм-стейшн. У него нет секвенсера внутреннего. И он гораздо получить какой-нибудь миди для того, чтобы начать играть. И его также можно по миди подключить и использовать. То есть на первом канале здесь есть возможность сделать до 24 драм-инструментов. Это очень здорово. То есть 8 триггеров можно забрать для Еврорек-системы. Ну, а всего 24 можно забрать по миди. Стоит сразу сказать также, что он синхронизирует и посылает сообщения по USB, по миди, ну и по CV-гейту. То есть все форматы поддерживает. Также очень важным моментом для себя я обозначил то, что здесь именно 16 шагов для секвенции. Это очень удобно по восприятию, когда ты набиваешь бит. Таким образом были реализованы роландовские драм-машины. И не очень удобно, когда, например, в DigiTact сделано 2 ряда по 8. Это немного сбивает, когда ты выставляешь там клэп или что-нибудь такое, когда ты привык видеть это вот так горизонтально. Я думаю, что это дело привычки, но на меня она реально влияет. Когда я вижу горизонтальное, мне комфортнее работать. Давайте поговорим теперь о секвенции для синтезаторов, то есть для мелодий, для баса или для каких-то полифонических моментов. Ну, во-первых, он полифонический. Можно использовать аккорды. Вы можете зажать аккорд и потом клавиши одной воспроизводить. Это просто суперкрутая тема. Очень важный момент – наличие использования скейлов. То есть вы можете настроить определенную гамму и вливаться в любой коллектив музыкальный. Приходите на репетицию, говорите, ну что, в какой там сегодня будем тональности играть. Они вам скажут, вы просто настраиваете ваше устройство и можно хоть локтем играть. И вы будете с ними синхронизированы по настроению. Это здорово для тех, кто не сильно дружит с нотной грамотой. Конечно, устройство без такой функции уже сложно назвать современным. Это практически везде уже есть. Итак, вторая, третья и четвертая дорожка у нас для мелодий. Начнем со второй, я подключил ее по миде. Здесь мы активируем функцию арпеджиатора. Если нажать и задержать кнопку shift, то нам будут доступны функции, которые подписаны синим. Например, мы можем отредактировать количество шагов арпеджиатора. Если мы нажмем кнопку hold, то клавиши будут удержаны. И уже после этого также можно редактировать. Давайте это арпеджи мы запишем прямо в секвенсор. Нажимаем record. И секвенсор записал все ноты. Переключаемся в режим секвенсора и отредактируем шаги и ноты. Через shift мы можем отредактировать скейл. Еще мы можем создать свой собственный скейл. Здесь есть пару слотов. Зажмем shift плюс user 1. И в первой октаве у нас будут подсвечены ноты, которые входят в этот скейл. Ну и оставим несколько, которые нам нравятся. Скейл готов и он прямо сейчас применен. Также через shift для нашей секвенсии мы можем активировать различные функции. Например, сделать transpose на полтона или на целую октаву вниз или вверх. Мы можем сделать рандомные ноты. Но секвенсор будет действовать в рамках скейла, который мы запрограммировали. Мы можем предложить ему выставить рандомные шаги из этих нот. Но так можно долго подбирать на самом деле мелодию до тех пор, пока вам не понравится она. Я советую также записывать это в паттерны, чтобы потом просто вернуться к ним и посмотреть, какая была лучше. Мне очень понравилась возможность разделить клавиатуру на две части, где в левой части будет один инструмент, а в правой другой. Вы можете сделать это на одной октаве, на двух, как вам это в принципе нравится. И импровизировать сразу двумя инструментами. Я считаю это круто. Хоть я и не особо играю на клавишах, но даже мне эта функция показалась интересной и очень полезной. Ну и куда же без рандомайза в современных синтезаторах. Я считаю, что это очень важная функция, которая позволяет в случае какого-то творческого застоя просто прийти в студию, начать подбирать мелодию рандомно. И взять для себя что-то интересное, таким образом порождать начало какой-то творческой идеи, ну или просто веселиться. Тут можно рандомайзить мелодии, тут можно рандомайзить шаги. То есть вы, например, четыре шага забили, нажимаете рандомайз шагов, и они просто начинают меняться по-разному. Это тоже очень интересно. То есть тут рандомайз немного такой продвинутый. Прыгание по октавам и все такое. Можно расширить диапазон по этих октавах. Я считаю, что это очень круто. Даже если у вас не было никакой идеи, то она точно появится в процессе создания. Запишем еще одну партию. Вы можете выбрать любую длину шага для каждого из треков. Я сделал для этой партии 64 шага и сделал скорость в два раза медленнее, то есть она удвоилась. Зажав кнопку паттерн, мы можем видеть наши паттерны. И, например, также можем скопировать их из одного трека в другой. Давайте скопируем на четвертый. Копи и пейст. И на втором паттерне четвертого трека теперь такая же мелодия. Ну, то есть шаги и скорость тоже скопировались. Всегда можно импровизировать, менять шаги или ноты. Что не мешает вам импровизировать так же на самих источниках звука или эффектах. Также тут и есть панелька для импровизации ритма, которая зацикливает определенный период. Но чтобы ей пользоваться корректно, нужно наловчиться. Но она круто работает с барабанами, потому что мелодия иногда может нелепо зациклиться и будет не очень красивой. Давайте также поговорим о минусах, которые я для себя нашел. Возможно, я что-то не до конца разобрался, но пока у меня есть вопросы по определенным моментам. Например, здесь есть возможность использовать рандомайз для мелодий, да, и также есть возможность использовать для барабанов. Но когда вы используете рандомайз для барабанов, то рандомятся все барабаны. Получается, что он применяется сразу ко всем инструментам. Это не очень круто. Я бы хотел сделать, например, рандомайз только с нейра или только клэпа. Хотя полиритмию здесь реализовать можно. То есть кик может быть 16 шагов. А клэп, например, может быть 62. Очень хотелось бы видеть рандомайз для отдельного инструмента именно в барабанах. Всего шагов, кстати, 64. Также я обнаружил для себя путаницу. Когда у вас инструменты идут слева направо, то на панели сверху они написаны справа налево. Если, конечно, устройство развернуть назад, то оно тоже будет слева направо. Но когда вы смотрите на него сверху, получается треки идут вот так, а выходы идут в обратную сторону. Я совсем не сказал про секцию с управлением. Здесь есть секция, которая позволяет назначать 5 ручек на какие-нибудь CC-сообщения по MIDI, чтобы вы могли их отправить. Эти ручки мне показались тугими. То есть я люблю, когда поворачиваешь один раз и проходит весь радиус. Здесь же приходится крутить, чтобы он прошел до конца. Было бы здорово, конечно, реализовать, когда ты быстро крутишь. Он проходит до конца, а когда медленно, он замедляется. Это, конечно, было бы идеально. Также я бы очень хотел, чтобы здесь ручек было не 5, а 8, потому что музыку привычно считать как-то по 4 и 8 ручек. Ну, в идеале, конечно, чтобы их было 16, но 16 ручек, по-моему, как раз-таки на BitStep Pro. Немножко другое по философии устройство. В общем, если здесь было бы их 8, я был бы, конечно, рад больше. Также хотелось бы, чтобы эти 5 ручек можно было использовать не всего 5, да, а для каждого выбранного из инструментов можно было эти 5 ручек по-своему назначать. Может, я, конечно, просто не разобрался, но мне показалось, что можно только всего лишь 5 параметров управлять. Но круто, что у этих параметров есть отдельный пошаговый секвенсор. Таким образом, параметры можно и вручную прописывать, и, в общем-то, удалять их, и импровизировать. Давайте я покажу, как можно управлять этими ручками, какими-то параметрами. Я сейчас научу принимать MIDI-сигнал с этой ручки и управлять, например, фильтром и резонансом. Итак, это фильтр. Выбираем секцию Control. У нее тоже есть свой секвенсор. И вот эти вот ручки. Они ходят довольно медленно. Я выбираю, какой параметр будет ручка контролировать. Убираю MIDI-си-си сообщения. Amount, то есть количество, ставлю на 100%. И нажимаю Learn. Все, эта ручка теперь у нас в фильтр. Сейчас то же самое я сделаю с резонансом. Выбираем MIDI-си-си сообщения. Количество 100%. Learn. И теперь это резонанс. А это фильтр. Положение этих ручек также можно записать в секвенсор. Нажимаем запись. И вот они прописались. С помощью кнопки Step-Edit мы можем отредактировать положение ручки в любом шаге. Например, вот в этом шаге можно добавить очень много резонанса. Это удобно. В основном я планирую использовать кисты Pro для своей модульной системы. Я считаю, что она идеально подходит для такого количества модулей. И она идеально вписалась визуально в мою мебель, которую я сделал для Еврорека. Если вам интересно посмотреть, как я делаю мебель, обязательно посмотрите видео, которое есть на канале. Теперь я чувствую, что мой проект с Еврорексинтезатором готов. Он выглядит вот так. Не хватало только последнего пазла. Это вот такой MIDI-контроллер, который здесь лежит внизу и управляет всем этим устройством, как мне надо. Он сохраняет мелодии, делится триггерами для модулей, а также скейлятся, рандомится и все такое. В этой секции расположены кнопки для того, чтобы создавать чейны, то есть цепочки из паттернов, и создавать сцены, где паттерны будут переключаться, как вам надо. То есть можно, конечно, их вручную переключать, а можно все это записать и просто нажать кнопку play и услышать готовую песню. Мне очень нравится развернутость этого устройства. То есть здесь всего четыре инструмента, но они все как бы вывернуты наизнанку, и у вас есть доступ практически ко всем функциям сходу. Не надо залезать в меню и там что-то делать. Таким образом, спустя какое-то время, когда вы попрактикуетесь, у вас будет возможность запоминать, где что располагается. Я думаю, что импровизация вполне возможна на интуитивном уровне. Если сравнивать с теми секвенсорами, которые у меня когда-то были, у меня до сих пор есть 2R-Squid, там есть возможность, например, использовать 16 треков. Но чтобы этими треками управлять, приходится ковыряться через шаг или через два в меню. Здесь всего 4 трека, но, как я уже упомянул, они все наружу, вывернуты и удобнее. То есть если вы хотите прям управлять здесь и сейчас, то Kistep Pro в этом плане будет интереснее. Ну и также она очень удобна для Eurorack синтезатора, потому что здесь как минимум 8 гейтов для барабанов, ну и 3 дорожки с CV-гейтами и модуляцией для каждого из них. Модульные же секвенсоры не имеют возможности сохранять пресеты, а те, которые имеют сохранить пресеты, они полностью выглядят как компьютеры, и на них невозможно практически импровизировать. То есть да, вы можете там что-то сохранить, чтобы на концерте использовать какую-то вашу мелодию, но импровизировать на таких секвенсорах очень сложно. На тех секвенсорах, на которых вы можете импровизировать, например, Rene, там очень сложно что-то сохранять. Ну там есть возможность вроде сделать 4 каких-то пресета, Но все равно это пресеты на 4 мелодии Короче, в общем есть ограничения В Keystep Pro у вас есть возможность сохранить 16 проектов Где будут по 4 трека Один будет, например, барабанный и 3 мелодичных Либо все 4 сделан для мелодий Также у вас есть возможность делать цепочки из паттернов И есть такой некий свой сонг-мод Где эти паттерны будут воспроизводиться в том порядке, как вы их запрограммируете То есть по сути здесь есть полноценный сонг-мод для 16 проектов 16 проектов немного, но зато вы можете перенести их на компьютер По-моему, с помощью специального софта Таким образом можно обмениваться проектами с компьютером И хранить их там, потом закидывать нужные вам проекты В общем, Squid мне нравится использовать для синтезаторов по MIDI Хотя драм-секвенсора в нем нормального нету, как здесь Здесь есть прям полноценный драм-секвенсор А там просто обычный секвенсор, который можно использовать для драм Наверняка вы знаете, что драм-секвенсор и секвенсор для мелодии Это разные по смыслу программы Кейстеппро, подключив к компьютеру, можно использовать без питания Также мне было очень интересно проверить Подключив ее, например, к своему блэкбоксу И хватит ли мощности у пауэрбанка, который питает блэкбокс Для того, чтобы питать Кейстеппро Ну вот, кажется питает Да, все вроде работает корректно То есть ее можно взять на природу и поджемить с мобильным сетапом Тут я использовал барабаны для первого канала от 808 И синтезатор на втором То есть все миди-сообщения, которые прописываются в контроллер И передаются на блэкбокс, который является источником звука Все это питается от пауэрбанка, который лежит под блэкбоксом Жемить на природе круто, но есть большой минус Солнечный свет не дает вам видеть то, что происходит на дисплее Но это отдельная история, конечно Компания Arturia и в этом направлении нет конкурентов Вы можете использовать компьютер по USB Или какое-нибудь другое устройство по USB Вы можете использовать синтезатор по MIDI А также какой-нибудь модульный синтезатор по CD-Gate Объединять это все в один сетап И раздавать ему мелодии, клоки, синхронизировать и сохранять все это в пресеты Также большое спасибо Arturia за то, что на сайте они выложили вот такой чит-шит Это шпаргалка с горячими клавишами Благодаря этой шпаргалке я быстрее знакомился с устройством и понял, как работает Я считаю, что каждый производитель может себе позволить создать такую шпаргалку Для того, чтобы когда человек покупает их устройство Он быстро вник в горячие клавиши и освоил workflow гораздо быстрее и полюбил их девайс Большое спасибо всем, кто смотрел мое видео Надеюсь, оно оказалось вам полезным и интересным До скорой встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok